здравствуйте уважаемые студенты сегодняшняя тема лекции это теплоемкость газов энтропия отношение элементарного количества теплоты получено телом при бесконечно малом изменении состояния к изменению температуры это называется отдельной теплоемкости в данном процессе я извиняюсь там немножко не значит смотрите ну это сложное объяснение теплоемкость на самом деле теплоемкость это количество тепла необходимо для того чтобы поднять температуру тела тела массы 1 килограмм на 1 градус неважно кельвина или цельсия удельная теплоемкость как раз таки я не сказал величина равна отношению теплоемкости однородного тела и его массе единица удельной теплоемкости джоуль на килограмм Кельвин ну или цельсий он равен отдельной массовой теплоемкой вещества имеющий в предмосфере к масте 1 килограмм теплоемкость 1 receiver кельвин объемная теплоемкость это также массовая теплоемкость но соединится измерения метр от куб места килограмма соответственно джоуль на То есть, допустим, если мы возьмем какое-нибудь однородное тело, пусть будет это металлический брусок, соответственно, теплоемкость будет определяться килограммом. Если же мы возьмем какой-либо газ, ну тот же воздух, то будет определяться удельное объемное. Но, в принципе, можно менять. Малярная теплоемкость называет величину, равную произведению удельной теплоемкости вещества на малярную массу этого вещества. Единицей малярной теплоемкости является джоульная моль кельвин, который равен малярной теплоемкости вещества, имеющего при количестве вещества 1 моль, теплоемкость 1 джоульный килограмм. Между указанной теплоемкостью существует следующая связь. Ну, она представлена. Здесь CX это какой-либо параметр теплоемкости, ну малярная, допустим. V0 это удельный объем. Соответственно, CM на M это дает нам малярную теплоемкость. Изменение внутренней энергии идеального газа равно произведению теплоемкости при постоянном объеме на разность температур тела в любом процессе. Действительно, для идеального газа внутренняя энергия, которая является функцией только температуры, частная производная ДУ на ДВ по Т равна нулю. Тогда ДУ ДТ на В или ДУ на ЦВ ДТ, независимо от характера процесса. В принципе, уравнение здесь представлено. Истинная теплоемкость называется отношение элементарного количества теплоты, сообщаемого термодинамической системе в каком-либо процессе, в бесконечно малой разности температур. Истинные теплоемкости реальных газов можно выразить в виде суммы двух слагаемых. Из рисунка 6.1 видно, что в величине средней теплоемкости есть высота прямоугольника 3, 4, 5 и 6, площадь которого равна велика 1, 2, 3, 4. Действительно, интеграл уравнения 6.25 на основании известного математики правил может быть на следующий интеграл. Ну то есть, по сути, что это значит вообще? Что мы хотим понять с этого графика? Что для определения средней теплоемкости нам достаточно знать температуру в верхней точке и объем, площадь вот этого пространства. На самом деле, теплоемкость в целом растет в зависимости от температуры линейно вверх. Ну, парабола, скорее всего. Соответственно, общая площадь определяет как раз-таки среднюю теплоемкость. Удельная энтропия. Теперь давайте поговорим об энтропии. Значит, первое, что следует сказать, что энтропия отличается от энтропии тем, что у энтропии нет физического смысла. То есть, не почувствовать, не объяснить физическим процессом можно, но нельзя показать на примере, допустим, той гири на поршне. Энтропия – это показатель, определяющий хаотичность процесса и сам процесс протекания этого процесса. Извините за тавтологию. Удельная энтропия является экстенсивным параметром состояния. Изменения в любой термогенемическом процессе полностью определяются крайними состояниями тела. Ну, это как внутренняя энергия, понятно. То есть, начальная, конечная точка, неважно, как вы к этой точке дошли. Неважно, вот это Садпаев университет, это ваш дом, в конечном итоге вы находитесь в Садпаев университете, а как вы до него доехали – неважно. В связи с этим энтропия газа, являясь параметром состояния, в процессах 1, 2, 3 будет изменяться одинаково. Так как удельная энтропия обладает свойством аддитивности, то агрегорическая сумма изменений энтропии отдельных тел, составляющих термогенемическую систему, будет равна изменению энтропии всей термогенемической системы в целом. Причем изменения удельной энтропии отдельных тел в зависимости от процесса могут быть как положительными, так и отрицательными величинами. Удельная энтропия может быть определена как функция основных параметров состояния. На ТС-диограмме площадь ограниченной линии процесса крайними ординатами с осью С В некотором масштабе изображает количество теплоты участвующей в процессе В сравнении Дельта-Ку на ТДС следует, что Дельта-Ку и ДС имеют одинаковые знаки Если в процессе удельная энтропия увеличивается, то теплота газа подводится Если уменьшается, то это оказывается на отвод теплоты от рабочего тела Обратимый круговой процесс на ТС-диограмме, изображаясь 1,2,3 Разность между предведенным и отведенным количеством теплоты Согласно первому закону термодинамики, представляет собой полезную внешнюю работу, которая совершает рабочие тела над кругом В целом, спасибо за ваше внимание